Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Плеско Михаила. Дорогие друзья, у меня сегодня будет немножко нестандартное включение, а именно, я уже повторно затрону тему Авито-мошенничества, Авито-доставка-мошенничества. Ссылку на мой предыдущий видеоролик вы можете посмотреть в описании к этому видео и вот здесь вот слева сверху во всплывающей подсказке. Так вот, у меня, в отличие от предыдущего раза, появился официальный ответ Авито в том случае, если вам подменят товар, испортят, либо что-нибудь подобное. Ну что же, дорогие друзья, не буду долго вас томить, погнали! Мы находимся с вами сейчас на официальном сайте Авито-доставка. Мы расширяем возможности продавцов и покупателей до масштаба целой страны. На самом деле, миссия довольно-таки очень хорошая. Если мы продавец, то Авито нам гарантирует следующее. Быстрая продажа, товар уже оплачен, простая и быстрая отправка, гарантия. Внимание! Компенсируем стоимость поврежденного или утерянного товара. Если покупатель откажется, бесплатно вернем вам товар. Мотаем чуть выше и посмотрим, что будет, если мы покупатель. Точнее, какие бонусы у нас есть с Авито-доставкой. Простота получения, оплата картой, проверка товара и безопасная сделка. Так вот, как раз проверки товара и находится весь основной нюанс. Смотрите, я вам сейчас открою статью, где один сервис, называется он Great Service. Очень понравилось их видео на ютубе. Один из самых дорогих промо-роликов по ремонту мобильных телефонов. Здесь вы сможете ознакомиться абсолютно со всей информацией. Ссылочку на эту статью я обязательно приложу в описании к этому видео. Но нас интересует в первую очередь следующее. Мотаем чуть ниже и находим распаковку. То есть, они отправили вещь за 84 тысячи рублей. 84! iPhone 11 Pro, по-моему, если я не ошибаюсь. И человек, естественно, отказался от заказа, когда он к нему уже пришел. И как вы думаете, что сейчас здесь будет? Можете даже поставить на паузу и попробовать угадать. Как вы думаете? Подложили какую-нибудь, не знаю, плату подменили, как в моем случае, как в моем видеоролике. Либо положили какой-нибудь китайский аппарат. Сейчас вы все увидите, буквально меньше минуты. Это, конечно, 100 долларов. Вот что нам пришло. Проехав 1100 километров, на самом деле. Итак, гречка. Ребята, отправили iPhone 11 Pro за 84 тысячи рублей авито доставки. А в результате получили гречку. Это у меня просто нет слов, как такое может быть. Но, на самом деле, сегодня мы с вами собрались немножко не для этого. Дело в том, что в руки мне попал официальный ответ авито на досудебную претензию, где произошло нечто подобное. Обращу ваше внимание, что ответ на претензию был дан 06.10.2020. Даже я бы сказал 16 числа. Претензия была подана 17.07. То есть прошло, внимание, 3 месяца. Вы можете просто на дату посмотреть. На один день меньше, чем 3 месяца. Здесь вы можете сами ознакомиться. Ссылку вот на эту фотографию. Качество, к сожалению, не очень. Но ссылку на эту фотографию я обязательно прикреплю в описании к этому видео. Нас интересует вот этот пункт. При заключении сделки продавец вступает в прямые договорные отношения с покупателем, которые приобретает у продавца товар. Компания не является стороной сделки, организатором сделки, покупателем, продавцом, посредником, агентом или представителем какого-либо пользователя и или иным заинтересованным лицом в отношении предполагаемой, заключаемой между пользователями сделки. То есть я не я и как бы никакой абсолютной ответственности у Авито нет. То есть они открещиваются от всего. Нечто подобное было у агрегаторов такси. Кто знает. Это когда вы заказываете через Яндекс.Такси. Ну, например, Яндекс.Такси, Ситимобил или что-то подобное. Заказываете такси, а оно, допустим, врезается, причиняет вам какой-то ущерб. Или, допустим, водитель на остановке уснул. Чего только не было. Так вот, суд Российской Федерации, насколько я знаю, я не юрист, признал, что в этом случае Яндекс несет ответственность. Потому что ты заказываешь Яндекс.Такси, тебе приезжает Яндекс и как бы и все. И суд стал на сторону клиентов. Смотрите, нас еще очень интересует последний пункт. Если вы считаете, что при исполнении сделки в отношении вас были совершены незаконные действия, мы рекомендуем вам незамедлительно, вот это просто какая-то шутка, я не знаю, как по-другому это назвать, незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, которые непосредственно занимаются расследованием преступных действий. По их официальному запросу мы оперативно предоставим всю техническую информацию, которая у нас есть. Запомнили слово незамедлительно, друзья? Мотаем выше. Три месяца ответ на досудебную претензию. И я прекрасно понимаю Авито. Они хотят... То есть за три месяца человек уже, как правило, успокаивается, выпускает пара. Уже, ну, просто можно смириться. Но, мне кажется, это какой-то огромный сарказм. Три месяца отвечать на досудебную претензию и рекомендовать незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Но, мне кажется, это просто смешно. Какие выводы мы можем сделать? Авито доставка какую-либо ответственность, по сути, не несет. Что-либо доказать вам будет очень сложно. Если вы столкнулись с какими-то незаконными действиями, используя этот сервис, да и любой другой, незамедлительно подавайте заявление в правоохранительные органы. В противном случае подождете три месяца и получите вот такую, по сути, просто элементарную отписку. Все ссылки будут в описании к этому видео. И, дорогие друзья, мне очень будет интересно почитать ваши комментарии. Если вы сталкивались с чем-то подобным, обязательно пишите ваш опыт в комментариях под этим видеороликом. Очень рассчитываю на лайк, толковый комментарий и репост данного видео в социальных сетях. Это лучшая благодарность. И, как я и обещал, впереди нас ждет исключительно все самое интересное. Всем пока!